всем привет дорогие друзья с вами мастерская мастерок у нас сегодня посылочка необычная от спонсора так сказать мне сказали что мне понравится не знаю давайте досмотрите это видео до конца и отпишитесь о своем мнении понравилось ли вам посылка и нужная ли вещь заказывал я необычную у которого еще у которых еще не было ни у кого на канале такой же самой штуки я уже слышу как вы кричите так то не томи раскрывая уже давай быстрее сам хочу раскрыть вот что это за хрень непонятная это у нас вай фай реле на 220 вольт давайте посмотрим как она исполнена в общем меняет виняет в общем с одной стороны ну пайка достаточно неплохая но опять таки видите кусочек олова зажали не допаяли но я это наверно все все сейчас пропаяю потому что все таки тот будет силовая линия значит сразу скажу я все пропаял может быть немножко грязно еще не до отмывал сразу усилил проволокой силовые части чтобы потом голова не болела потому что ее можно использовать от 5 до 250 вольт переменного и постоянного тока плюс выдерживает данное реле и все остальное до 30 ампер поэтому я уже сразу туда впаял проволочку скрутку скрутил вы поняли чтобы чтобы потом голова не болела если вдруг надумаю куда-то что-то установить питается она от 220 вольт переменного тока точнее даже не так питается она 55 до 270 вольт то есть при скачках при всем это будет хорошо и проходит через наш трансформатор кондиционер конденсатор трансформатор то есть и идет у нас дальше на реле реле у нас открывается от четырех с половиной до 5 вольт есть второй способ через микро юсби его подпитать то есть всунули загорелись лампочки у нас две лампочки загорелись вот вторая теперь загорелась 3 лампочка третья лампочка я уже споровал со своим телефоном никаких проблем давайте вам покажу в режим диодной прозвонки поставим то есть вы сюда можете использовать данный реле для каких-то своих ардуиновских нужд разработок подделок или же использовать как розетку через прерыватель через фазу евелинк мы скачиваем единственное наше неудобство в евелинке в том что нужно регистрироваться указывать свой номер телефона е-мейл и тому подобное это мне кажется единственное неудобство дальше вот включаем наше реле выключаем включаем выключаем то есть загорается у нас лампочка от того что реле активно и в принципе как вы видите без каких-либо усилий она у нас открывается и работает преимущество данного метода я считаю в том что можно запитать наше устройство через 5 вольт через micro usb как я это сделал а здесь подцепить какую-нибудь силовую часть сделать какую-то домашнюю такую мини комплекс развертка через фазу и пустить дальше там 4 5 6 розеток также можно запитать от 220 вольт получается по схеме получится как если допустим единичка это у нас фаза здесь у нас земля то в принципе фазу мы пускаем и сюда и сюда землю мы пускаем сюда и пускаем на тот объект который нам надо допустим на какую-то одну из двух контактов розетки а вторую фазу вводим отсюда и то есть при коннекте при срабатывании реле у нас открывается наша розетка и мы как бы пользуемся данным вайфай реле как по мне реле прикольное единственное что единственный недочет это то что можно было бы сразу сразу сделать силовую часть нормальную потому что даже сейчас я бы не сказал что в принципе здесь пропускная способность 30 ампер на 200 на 220 вольт тут но как по мне ампер 10 максимум если вы собираетесь использовать данное реле вайфай реле в каких-нибудь своих самоделочках в том плане там к нибудь может быть машинка может быть тоже самое то что мне вот прямо сейчас пришло на ум это допустим защита там от детей роутер тот же самый им можно плохо ведут себя плохо учатся быстро взял обесточил им роутер они без интернета с ума сойдут или компьютер то есть так дистанционно преимущество этого реле в том что его можно подключить непосредственно напрямую к вайфай роутеру вайфай роутере настроить внешний порт и управлять данным реле с любой точки мира был бы только интернет как по мне это очень здорово и очень классно применение тут абсолютно любые могут быть тут также еще на данной плате распаян у нас для распайки у нас еще два пятачка это земля и плюс 5 вольт то есть если здесь у нас она сделана форм форм-факторе микро юсб то здесь мы можем подпаять проводочки и подпитать от любой четыре с половиной пять вольт линии в этом тоже есть огромное преимущество также здесь у нас распинованы наши дорожки задействуется всего одна вот это вам видно да вот это это у нас идет на плюс на реле все остальные 5 ножек это у нас идет земля то есть управление реле можно как-то сделать еще реализовать его сбоку отдельно от от основных узлов но смысла в этом я не вижу но в принципе возможно что у меня показалось возможным то что можно сюда в принципе еще одно реле подвести и как то вывести то то есть как то так в общем как по мне интересная штука хорошо реализовано есть много плюсов это питание от разных источников и переменного и постоянного напряжения и плюс то есть данное реле тоже является универсальным то есть здесь идет магнитный замок она замыкает срабатывает и все дальше то есть дальше она все работает чудесно совсем забыл сказать что я бы конечно бы как потребитель хотел бы иметь возможность купить данное реле еще и с корпусом потому что все таки некоторые люди будут использовать его все таки не просто как реле для разработок для цели создания вай фай розетки и естественно хотя здесь и предусмотрена хорошая защита которая открывается контактная площадка такая крепкая серьезная но все равно я думаю что не помешал бы красивый статичный корпус как раз чтобы не касаться руками всего этого а так в принципе и так сойдет места под винтики как бы есть можно было бы сделать места под корпус всем спасибо за просмотр всем пока